Вы нарушаете общественный порядок? Нет. Вы нарушаете общественный порядок? С трех часов вообще-то ждал. Я обратился к ним, понимаете, как потребитель, еще примерно в 4 или в 5 вечера. Потому что мне то разрешение дать. А я, наверное, не нужна. Вам на стене все понятно дать? Почему у вас не принимают товары? Насчет съемки. Это просьба или требование? Вам понятно по поводу товара, что у вас и вы сейчас не примут? Нет, непонятно. Потому что я к ней обратился около 16 или 17 часов по московскому времени со своим законным требованием как потребителя. Они протянули время. У вас есть законы в установленном порядке обратиться к прокуратуру? Нет, она не отказывается вообще сделать возврат. Правильно? Правильно. Я знаю точно. Вы разговариваете? Вам сейчас только что пояснили, что смена закрыта, магазин закрыт. Вам возврат никто делать не будет? Вот я стал человеком. Вы за них не говорите, что они сейчас передумают. Потому что они просто решили повредить. У вас не частная лавочка. Не частная. Я имею большой опыт с магазинами. И возврат делали после закрытия смены через главную кассу. В данном случае у них сотрудники шкалы возврат не будут делать. Если у них нет возможности, они сейчас сказали, что делать они возврата не будут. Я вам предлагаю сделать осмотр места происшествия. Обязать сотрудников предприятия. Свою работу я сделаю. Вы мне добровольно товар будете выдавать? В смысле выдавать? Я вас прошу. Вы, как гражданин, который подал заявление, можете дать товар, чтобы в дальнейшем было предназначено экспертизу. Также я могу вас попросить сделать осмотр места происшествия, согласно 879 приказу министра МВД, передать информацию о немаркированном товаре в Роспотребнадзор, а с них взять сохранную расписку, расписку об ответственном хранении. Вот Роспотребнадзор когда от вас получит? Это ваш товар. Ваш товар никто не будет охранять? Нет. На ответственном хранении. У них до приезда Роспотребнадзор, у них сейчас нет технической возможности, они поясняют именно так. Давайте добровольно. Так мне за него делают возврат. Сейчас вам возврат не делают, Александр Александрович. Ну с утра сделают, а завтра вообще не сделают, если я добровольно передам. То есть сейчас выдавать ничего не будете, говорит? Нет, мне иначе возврат не делать, я попаду на свои 50 с копееками тысяч. Нет маркировки, товар уже автоматически некачественный и опасный. Он говорит 29 федерального закона, это не мои будемки. Смысла нет никакой экспертизы вообще даже делать. Держи. Алло, Инна, а вы за свои слова-то как отвечаете? Вот товар предоставили вашим зумам, а они возврат отказываются сделать? Это как понимать, расценивать? Мое время? А про которое вы говорили? Вот у меня запись телефона в разговоре есть. Товар в полном объеме, да. Вам отзвонить отказывается, молчит. В смысле из полиции? Не совсем понял, о чем идет речь. О чем идет речь? Почему вы будете дальше нарушать право потребителей? Вам предоставили товар в полном объеме, правильно? Вы этого хотели. А меня это почему должно волновать, если я к вашему заместителю-управляющему обратился с этим вопросом еще около 17 часов по московскому заместителю времени? А я что-то нарушил тем, что я его оплатил? Вы сказали, что предоставьте, вам сделают возврат. Ваши слова, в 22.50 ей предоставили, Инна. Так, Александр Александрович, участвуйте, вас смотрим, не спрашивайте, подойдите. Так она вас обманула, у нас на видео все зафиксировано. Как мы с вами решим с возвратами? Таким образом. Кто именно, кто именно это регулирует? Кто это регулирует? Выдать его сотруднику АБЭП, а мы отказались, потому что это наше имущество. Вы забираете свои четыре телеги товара, делаете возврат. Весь товар, да, в полном объеме находится сейчас в магазине. Это не товар, который этот самый. Абсолютно. Абсолютно. По 238 квалифицируется. Что-то разве нарушили? Представьте, присутствуете, я смотрю, место происшествия. Присутствую, да. Значит, видим пять тележек, в котором находятся конфеты, какие-то уже съеденные овощи в виде помидоров. Съеденные овощи? Нет, овощи не съедены. Варит съеденные овощи в виде помидоров. Разве что это? Все залезли. Как вам видеть его? Скрелка, упаковка. Она такая продавалась. На сколько раз будет разница то, что вы продали, и то, что там уже осталось после того, как съедут. 530 статья Гражданского кодекса говорит о том, что... Да, зачем вы говорите? Что не надо говорить? Вы так хотите оставаться малограмотным сотрудником полиции? Это сейчас оскорбление было или что? Нет, я интересуюсь. Не нужно интересоваться. Вопрос был, почему? Здесь вопрос вежды задаю. Я вам задаю, как представитель власти. Вы не представитель власти? Что? Я вам, как представителю власти, задаю вопрос. Я, представитель власти, согласно Конституции, власть это многонациональный народ, если вам неизвестно. Задаю вам вопрос, как представителю власти. Он, наверное, работает. Наверное. Я так тоже понимаю. Поберут по объявлению. Так аккуратно, с вооружением. Я что-то плохое, нецензурное сказал. Нет, вы пытаетесь оскорбить представителя. Пытаетесь оскорбить, а что за формулировка? За попытку вас скорбить. Сидел, предположительно, пьяный в луже и угрожает, что он целый похож. Вы не будете мешать проведению осмотра беспредшествия. Вы сейчас удалили отсюда. Меня? Да. Как потерпевшего? Да. Давайте еще посмотрим, какой у вас там. Персик, понятно. Посмотрим. Проверка покажет. Какой у вас там, все же посмотрим. Персики, голодный сиропом. Персики, да. Так. Это что? Плата посажите. Это что съедет? Так, подожди, что съедет? Пирожная, бисквитная, мелкая, с шоколадной начинкой. А не было куплено? Нет? Нет. Но спрайты были куплены, да? Да, спрайты, вот это вот. Спрайты, посмотрите, просрочены, нет? Может они не просрочены? А где спрайты, ее баковки? Да, и штуки, да. Или просрочены? Да, конечно. А, он просрочен. Срок годности истек 30 апреля, вот на этой бутылке. Скажите, пожалуйста, смотрите, приборов у нас нет. Сейчас мы зафиксируем. Какой смысл писать про практически пустые бутылки спрайты? Ну, я вас интересуюсь, какой. Нафиксировали, да? Да, в чем смысл? Известно, кто их употребил? Мне нет. Ну, кто-то из ребят, может быть, я не знаю. Вы испортили просрочку, товарищи. Очень обидно. Дикси торговать из-за вас нечем теперь. Так. Вы выпили. Пока не нужно мешать. Я вам мешаю. А дышать можно? Нет. Главное, не мешаю. Вот пока не понимаю, это полиция приехала или крыша магазина? Расслабьтесь, получайте удовольствие, сидите вот. Я знаю, такие мужчины, как я, к вам редко заходят. Отойди. Ну-ка, пошли. Нет, нет, нет. Я к вам не подхожу. А подойду, вы сразу в пляс пойдете. Вы со мной плясать пойдете. Плясать пойдете. Уйди, будете мужу говорить. Вы больше говорить не хотите? Потом можем поговорить еще про погоду. Нет, боюсь в Рыблеюсь. Ну, пойдемте посмотрим. Нет, вряд ли я хочу. Все-таки присутствую при этом процессе. Ты еще босрешься. Ну, смотри, колокольчики твои, за зрение. Специально для вас, для вас. Все для вас. Господи, Антон. А пойдемте танцевать. Что вы что? Грандомные слова, что ли? Нет, нет, нет. Танцевать хотите? Нет. Я с вами в пляс. С вами нет. Вы можете с собой. Нет, я хочу с вами. Толстым. В.Б. Владимир Владимирович. Подрисуем. Замшин 31. Сергей Игоревич. Калалитский. Калалитский. Андрейский. Спрайт 0,5 литра. И две пластиковые бутылки. Срок годности до 30.04.20. На момент осмотра. Короче, открыто. В которых находится 50-100 грамм. Как взвешивали, что ли? Жидкости прозрачного цвета. Кто в бутылке пописал? Пустые. В четырех оставшихся покупательских тележках обнаружены целлофановые пакеты, наполненные конфетами весовыми, наименование и вес которых соответствует товарному чеку номер 100. А где тот чек, который она брала от возврата тогда делается? В 7, наверное, вечера. От 15.06.20. За исключением... Что? В 11-й позиции? В 11-й позиции? Да. А какая 11-я позиция? Эти шкалаты которые съели. В шкалаты какие съели? Ничего там в полном объеме, не ели. Да. Там конфетки из каких-то кульков взяли по одной позиции. Сникерский шок, вы его сам первый взвешивали? Да. Вот и есть. Ну? Было 3.236, стало 2.236. Так вот мы знаем сколько. А где за исключением 11-й позиции? Так вот я написал. В 11-й позиции, в вес товарном чеке указан 3.236, а практически находится 2.824. На 400 грамм меньше получается, да? Первый? Просто подписи. Ага. Горки с сотрудниками. Вы вас требует покинуть данное помещение. Ну вы знаете, что полиция не имеет права остановиться ни на одну из сторон гражданского права в отношениях? Так просто попросили чеки вернуть и все. Пусть вернет наш чек, даст копию, нас это устроит. Вот как она распечатана. На территории магазина. Подождите. В смысле? Чек она у нас взяла на территории магазина или... Данный магазин уже закрыт. Так он 3 часа уже закрыт. Так он сейчас работал, она чеком поставила сотруднику отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Вот в чем дело. Уважаемые граждане, просим вас покинуть еще. То есть мы дождемся от нее чек-то? Или как? Я не знаю ваших взаимоотношений в этом магазине. Так посодействуйте, пожалуйста. Вы же сотрудники полиции. Почему мало интересует? Мы бросим вас покинуть данное помещение. Я думал незаконный, требуемый. Прошу вас покинуть данное помещение. Опять просите. Смотрите сколько попрошают. Вот берут и просят. Вот не требуют, а просят. Я думал нормальный 21-й отдел полиции, а. А у меня тут вещей больше нет, все, моего ничего нет. Это не обеспечивается от заместительства управляющей. Она сбрала наш чек. Чек, документ, подтверждающий о том, что я платил все. Понимаете, почему мы тут долго просмотрим. Пусть принесут сюда. Какая разница? И мы уйдем сразу. Данное помещение. Она сейчас на работе. Который нет уже. Магазин закрыт. А кто дверь закрывать будет? Как ее нет? Охрана. У охраны нет ключей. У нее ключи. Охрана. Не может закрыть магазин. Скажите честно, вы крышуете этот магазин, если так себя ведете с потребителями, пострадавшими от их действий. Я интересуюсь. Я не утверждаю. Меня просто очень оскорбляет в данный момент ваше поведение. Меня тоже может что-то оскорбляет. Потому что вы, например, отказываетесь выполнить мои законные требования. Это не законные требования. Это будет решать уже не... Вы только что говорили, что это была просьба. А не требования. Вы так изъяснились именно. Кидаем помещение. Еще раз повторяю. Не заставляйте. Не заставляйте. Не заставляйте принять к нам физическую силу. Серьезно? Да. Будете полномочия, что ли, превышать? Нет. Хотите превысить? Вы хотите превысить? Нет. Нет, не хотите превысить. Тогда не превышайте. Тогда забирайте свои вещи. Хотите превысить, превышайте. Не хотите превысить, не превышайте. Покидайте, пожалуйста. Я вас очень прошу. Покиньте это помещение. Опять просят. Что за отдел? Попрошайки, блин. Все просят. Вот никто законные требования не озвучивает. Человек так сложно 20 метров пройти чеки отдать? Человек-то она забрала, поймите. Забрала, забрала. А им так сложно? Покитила документ об оплате. Договор купли-продажи. Какой является человек в данной ситуации? Да. Забирайте свои вещи, покиньте ее в данное помещение. Человек-то мы получим от нее, хотя бы такой вот, как она распечатана на бумажке для сотрудников ОБЭ. Это вы у нее узнаете потом. Ну а почему сейчас не узнаем? Сейчас не узнаете, ее нет, она домой ушла. Закрывается. Как она ушла? Как магазин будет закрывать? У всех 27 пакетов мы оставим здесь. Кострица. Ну там на виду по виду есть подарки. И времени создания парень. Первый отдел полиции, что будут крышевать помойку. Вот никак не ожидал. Чего воровка? Чеки верни. А воровка? Второго воровка, чеки верни. Чек дашь? Чек вернешь? Чек забрала, говорю. Вернешь? Чек где? Я вам его сейчас возвращала. У меня на видео есть, как ты его кладешь там на какой-то стол, мне не отдаешь руки. А я что, должна за вами по магазину бегать? Догонять? Зачем сумку-то? И тебе его дали для возврата. Возврат ты не сделала. Тыкать мне не надо. Я в тебя не тыкаю. Я в тебя не тыкаю. Я не имею уважения к такой, как ты. Поэтому не буду тебе выкупать. Меня ваше уважение. Ты вообще не столько не делаешь. Чек мне мой предоставь. О том, что вот это говно, которое я оставил, улыбной оплачено. Мне никто ничего не отдавал. Есть свидетели, есть видеофиксация. Копию сделай, как об этом. Ладно, уговорила. Копию делаешь? Здорово. Возговор другой пойдет завтра. Уже. Сегодня. Уже, точнее, да, сегодня. Сегодня уже дайте дверь закрыть? Сегодня уже дайте мой чек, что мной все это оплачено. Вот она и ты, вот вы двое. Дайте чек. Зачем ты у меня его шаров забрала? Я у вас его не забирала. Ну, я тебе дал возврат сделать? Дал. Мне его лично никто не отдавал. Я думала, что я его делать не буду. Малыш, что сказала? Права потребителя нарушают. Зачем сначала взяла, захотела сделать возврат. Потом перебывалась, когда позвонил региональный менеджер. Инна Николаевна вроде. А потом пыталась сучить нам это сейчас. Уже взяв его. Где он сейчас? Давайте на данный момент выйдем просто из магазина, закроем с этой стороны. То есть, мы собираемся чек давать, да? Ладно, Шаров, увидимся. Спасибо за просмотр! Ольга Лавренко Иванович. Ну, мы продолжаем. Мы продолжаем. Мы продолжаем. Ольга Лавровная. Иванович. Мы продолжаем. Мы продолжаем. Александр, да? Александр, да? Точно. Инна Николаевна, региональный номер. С кем мы вчера с вами? Пока региональный. Не знаю, что с вами делать, честно. Потому что я не знаю, кому верить, Инна. Вроде вам поверил, что сейчас позвоните Зуму. Вроде Зум плакалась, что вы у нее зарплату все вычтете, если она сделает за эту гадость в отряд. Вроде ее жалко, вроде ей верю. А пока не знаю, кто из вас мне врет. С чего вы взяли, что вам это врет? Потому что Зум и РГМ говорят разные вещи. Кто-то один, да по-любому врет. Скажите, цель вашего сегодняшнего визита сюда? Цель моего сегодняшнего визита сюда забрать свое, забрать мои денежные средства за некачественный и опасный товар, который в нарушении всех правил заместитель управляющего вчера отказалась составить акт приема передачи товара. Вы говорили мне по телефону предоставить в полном объеме, чтобы мной было сделано. Было это сделано не как она утверждает там после закрытия. После закрытия мы бы его ввести не смогли. Да, потому что дверь была бы закрыта, если руководствоваться логикой и здравым смыслом. Вот ей все это предоставили. До закрытия она протянула время. Потом она ссылалась на то, что в кассе нет денежек, была инкассация и прочее, прочее, прочее. Также сегодня была куплена просовочка. Вот смотрите, чем торгует этот магазин. Вот это сейчас было куплено. До 18 марта. Я могу только утверждать, что товар, который вы приобрели, был надлежащего качества, да? Нет, не согласен. Зафиксировано, нет маркировок. Но нет экспертизы. Согласно законодательству, нет экспертизы, соответственно, да, как вы это определили? Вот я, допустим, вот так на глаз не готова определить. Годный он не годный. Так у вас же есть маркировка. Нет, товар не годный. Я вам могу предоставить видео, подтверждающее, что ни в одном контейнере нет маркировки. Ни в одном. Я же тоже не решаю такой вопрос. Было, как бы это была, маркировка не была. Ну это ладно. Главное, что вы исправляете сейчас и вот уже продается без нарушений. Соответственно, если вы хотите данный товар, могу вам предложить написать заявление на возврат товара, да? На возврат денежных средств. На возврат денежных средств, да. Вот, соответственно, в течение трех дней его рассмотрят и дальше наша компания вынесет решение. Неизмедлительно здесь я вас прошу рассмотреть, потому что я сегодня из вас не улетел. Вот, и в течение трех дней, ну, вообще вот даже заявление писать неохота, но могу пойти навстречу, если вы не рассмотрите, да. Но в чем суть? Само заявление-то я при продаже мне некачественных товаров не писал, чтобы заявление, да, написать. Это дураку надо бы спрошу продать мне некачественно опасный товар, что ли. Я его не писал при покупке, я его не обязан писать при возврате денежных средств. Да, у нас вот с вами идет диалог, идет сход, который нужно решить адекватно. То, что говорите вы, то, что говорите вы по телефону, когда я с вами разговаривал, да, предоставьте товар в полном объеме, мы сделали это в рабочее время. Был у нас с вами диалог. В рабочее время Шаровой Ольге Сергеевне, заместитель управления, было предоставлено. Я не могу знать за вас, почему у вас такие не острые, мягко выражаясь, сотрудники, которые не удосужились в рабочее время произвести все эти операции. У нас с вами была устная сговоренность по телефону. Да, была. Предоставляете товар в полном объеме, они все делают. А во сколько вы его предоставили? Она не сделала до закрытия, ну, может там, за 15-10 минут. За 15. Потом уже вы знаете, какие, да, что было? Что было, вызов полиции и так далее. Что, при чем тут вызов полиции? Вызов полиции не должен влиять на наши с вами товары. Сейчас, при возврате товара, он будет взвешиваться и будем скрывать, смотреть на лишний вид. То, что в пакетах, да. Если качество то, которое вы покупали, было, да, соответственно, яма Нормудина. Абсолютно то. Ребята поели сникерсы только чуть-чуть и все. И за вычетом места, да. Будем взвешивать на лесах и за вычетом места. Давайте пойдемте, где мы с вами будем взвешивать. Да на кассе и будем взвешивать и что? На кассе. Хорошо. А с остальным как дело будет обстоять? С остальным будет обстоять. Сейчас разберемся с конфетами. Нет. Подожди. Конфеты давай по первому чеку разберемся. Он раньше будет пробит. Хорошо. Нет вопросов. Ну где он? О, где он сам чек? Кому я его дал в теразрубке? Я вам его вернула. Мне? Да. Или на стол сюда положила? Вернула нам. Я сказала заберите. А если вы не забрали, то я уже в город взял. Что? 17. Я сказал заберите. Может возврат так же будете делать? Вот так кладь туда. А, заберите. Что-нибудь. Может предыдущий чек посмотрите. Может бабки сейчас 51 тысячу так же туда положите, чуть ли не в помойку скажете. А, возврат сделала и все. Идите гуляйте. Приходим к выводу, что в маске вообще был один пакет. Да. У нас недобор. Пару кило. У нас недобор. Ну, в смысле вот. У нас недобор. Ну, у вас недобор, да. Так, это тоже минусованно? Нюхает нормально. Я вчера сказал, что собачка или кошечка туда пописывает хоть с пакетом, потом вернем. Берет, нюхает нормально. Ну, ничего. А? Мы сделаем вот это здесь. Надеюсь, не пописал. Мы туда не хлорку не пописали. Что будем делать? У нас не хватает этой позиции около килограмма, этой. Ну, делаем полностью возврат, а потом разницу вот это пробиваем. Вот смотрите, вот она идет разница. Вы ее списываете. Вот. Потому что я не зря ссылаюсь, я ссылаюсь реально на 10 законодательства. Я вам показываю. Вот. Ну, тут с выдержки. Соответственно, мы вам за вычетом этой суммы, этого веса делаем возврат денег. Вы почитаете. Почитаете. Татья 503 ГКРР. А здесь нужно обратиться к пятому пункту, второму абзацу. Вот. Прочтите. Слух. Я так как могу. Озвучу. При возврате покупателя уплачивать за товар суммы продавец неправильно держит из нее сумму, на которую понизилась стоимость товара из-за полного или частичного использования товара, потери им товарного вида или подобных обстоятельств. – Мы будем этот момент оспаривать сейчас или мы все-таки… – Вы будете этот момент оспаривать что, в Верховном суде, чтобы Верховный суд отменил 530 статью Гражданского кодекса. Вы этот момент хотите оспаривать? Это закон. Это не я напечатал. – У нас не сводится по весу, так? – Вы можете сейчас, имея на то желание вернуть там не 51 тысячу с копееками за это, а у вас же может возникнуть желание вернуть мне меньше на стоимость вот этого. – Да, да. Может. – Вот, я и говорю, делайте, как вам позволяет совесть и знание закона. А ООО действующем законодательстве, если вы не знали о 503 ГК РФ, я вас проинформировал. Хотите нарушать? Нарушайте. Сейчас под видео. – Не вопрос. – Ольга, делай возврат, зовут чекам этой слова. – Тысяча двести пять, восемьдесят восемь. – Ну, то есть вот ее вы хотите сейчас не додать, при возврате товара частично используемые покупатели. – Частично использовали, конечно. Вы же не в полном объеме предоставили, да? – Нет, не в полном. – 49-900 объем. – Ну, плюс вот это вот. – Ну, смотрите, я понимаю, вы вывели для себя, но вот мне это не должно быть важно, да? Вы можете, например, не нарушая, вернуть по чеку там пятьдесят один сто шесть, можете, нарушая, да, вопреки всему, что я показывал сейчас, все под видеофиксация, вернуть вот в то, что здесь отметили. – Ну, скажу так, что мы не нарушаем, потому что когда не доказано, что он некачественный, соответственно, да, для нас это качественный. – Ин, только что вам объяснял, видео есть, что нет маркировок, товар автоматом некачественный, согласно двадцать девятому федеральному закону. – Это вы так определили? – Это двадцать девятый федеральный закон за нас определил с вами. Мы с вами, вот ни вы, ни мы, ни мы с вами вместе взяты, на это как бы не хотелось, повлиять не в состоянии. – Вы же согласны, что данного веса не хватает сейчас при взвешивании? – Веса не хватает, но также я согласен с тем, что пятьсот третья статья Гражданского кодекса существует. Не знаю, хотите – нарушайте, вот, нарушите, пожалуйста, РПН, прочее, все обращения будут написаны. – Не знаю, в Москву вы мне потом вот эту тысячу повезете или как? – vamos. 48901 пересчитываем. Что сошлось? По этой сумме сходится, а чек не сходится. Мне нужен чек оригинал, чек возврата, что мне вернули 49901 вместо 51106 рублей. Как факт дискриминации, почему за этот использованный частично потребительный товар в полном объеме вы собираетесь сделать, а за тот товар за компьютер частично используя. Вы сделали их полным. Что, у него рожа что-ли бабайкину лужишь? Да. Видите, у вас тоже двойные оказывается стандартные. Вот сейчас только что это доказано мной было. А еще региональный менеджер, как так можно? Пожалуйста, 2064 рублей. Видите, уже неправильно получается.